Всем привет! Сегодня мы с вами будем исполнять желание и составлять карту, а еще я с вами поделюсь небольшими историями из моего детства, которые сделали меня именно той Юлией Счастливой, которая я сейчас есть. Во-первых, хочу рассказать, как исполнилось мое первое-первых самое желание. Первое мое желание это была квартира, потому что нам с мамой негде было жить, и мы жили отчиму, он пил, избивал, издевался над нами, ну в общем вы все знаете эту всю шарманку, и я рассказывала об этом в своих предыдущих видео. Так вот, когда мы на Рождество вышли с моей бабушкой под наше дерево на даче с моей тетей Аней, она не совсем не тетя, она моя сестра, но не родная, над ней моя мама взяла опекунство, потому что, ну, сложились такие обстоятельства. Мы вышли под дерево загадывать свои желания, я, бабушка и Аня. Бабушка загадала, чтобы у папы появилась новая машина. Это желание исполнилось в течение года. Аня загадала, чтобы к ней вернулся любимый человек. Это желание исполнилось в течение двух лет. А я загадала, чтобы у нас с мамой появилась своя квартира. И это желание исполнилось в течение пяти лет, представляете? И с тех пор, как я загадала свое желание, я ни на минуту не прекращала верить. Я об этом мечтала, я думала, я визуализировала. Я в точности представляла, как будет выглядеть наша квартира. Так оно и получилось. Квартира у нас появилась, и так и появилась моя вера в себя. И когда мне исполнилось 18 лет, я сделала свою первую карту желаний, и она сбылась. Моя первая карта желаний, она в точности исполнилась, все, как я пожелала, все исполнилось. Например, у меня было желание полностью розовая комната, розовый диван, розовые наволочки, розовое постельное белье, розовые вещи, розовая сумка. Открываешь сумку, а там розовые фломастеры, розовые ручки, розовый блокнот, розовый чехол, в общем, все-все-все-все-все розовое. И тогда я поверила в себя. После этого я создала вторую карту, когда мне исполнилось 20, но в нее я уже так сильно не поверила. Поверила в какие-то отдельные картинки, которые у меня отзывались с сердечки, и как раз они у меня и сбылись. И когда у меня сбылась карта не полностью, я поняла, что еще не готова к созданию своих желаний и не знаю, что именно я хочу. Прошли года, прошло уже раз, два, три, четыре, пять, короче, прошло уже почти 10 лет. Мне 29, скоро будет 30, и я готова к созданию своей новой карты желаний. Это уже третья карта желаний за всю мою жизнь. Я ее делаю на растущую луну. Хочу немножко показать и рассказать, какие секции у меня здесь будут. Естественно, как в любой карте желаний, у меня будет секция богатства, слава и успех, любовь, семья, здоровье, красота, дети, хобби, знания, карьера, бизнес и путешествия. Это все сферы, которые делают нас счастливыми и полноценными людьми. У нас есть 360 картинок на выбор. Я буду выбирать, напоминаю, картиночки, которые откликаются именно мне. Вот такие вот картинки с разных секций. Также у меня есть вот такие вот кубики. Это фотографии с моим любимым молодым человеком Владом. С путешествий фотки или просто как мы обнимаемся. Их я тоже буду наклеивать. Также у меня есть аффирмации, которые я буду наклеивать на карту желаний. Могу зачитать вам парочку. Например, мои творческие способности безграничны. Или идеи приходят ко мне легко и без усилий. В общем, меньше слов и больше дела. Приступаем к волшебству. Ну что, спустя 3 часа, прошло ровно 3 часа. Я специально засекала. Я повырезала все картинки, но еще их не перебрала. Также я нашла фотографию, которая будет стоять у меня в центре. Это моя любимая фотография. И мне кажется, это самая удачная фотография в моей жизни. Тебе так не кажется, Влад? Нет. Влад что-то кривится, ему эта фотка не нравится. А какую бы ты фотку хотел? У меня есть другие фотки. Нашу совместную. Нашу совместную, это уже во всех сферах будет. А я должна в центре быть одна. Оттуда уже все сферы и будут фотки с тобой. Вообще не переживай. Также я написала себе свои аффирмации. Например, такие как «Я правильно питаюсь». Вы все знаете, как я сильно хочу правильно питаться. Но мне всегда это с трудом дается. И я хочу очень-очень стараться. Возможно, я буду смотреть на эту надпись и понимать, что все будет окей. Также у меня есть аффирмация своя «Я хочу весить 50 кг, быть стройной, красивой, подтянутой и отлично себя чувствовать». Также есть аффирмация «У меня есть 1 миллион подписчиков на моем канале Юлия Счастливая, которые любят смотреть мое видео». Ну и другие мои аффирмации. Есть такие, которые уже напечатаны, которые я вам показывала. И сейчас мне предстоит все сделать по фэншую. То есть у меня здоровье и красота должно быть внутри. А вот здесь вот уже по сеточке я буду делать все, как положено. Вот по вот этой вот табличке и вот с другой стороны. В принципе, это то же самое написано. Но если не хочется читать вот эти все хештеги, которые вас отвлекают, можно и смотреть вот здесь подсказочку, подглядывать. И еще для каждой секции, оказывается, есть свой цвет. Я этого вообще не знала и только-только узнала. И именно для этого у меня есть стикеры, такие красочные яркие стикеры. Вот такие вот красочные яркие стикеры разных цветов. Тот золотой, серебряный. В общем, такие, которые нужны для вот этих вот секций. Я этими стикерами буду подчеркивать цвета и создавать визуализацию. Пока я все это вырезала, я включила себе фильм «Секрет». Если вы его не смотрели, обязательно посмотрите этот фильм 2006 года. И я помню, что мы с бабушкой вместе его посмотрели. И тогда я начала верить во все это. И еще я слушала медитацию на исполнение желаний. Просто прописала в ютубе «Медитация на исполнение желаний» и слушала ее. Ну а сейчас начнется снова волшебство, потому что сейчас я буду отбирать картинки строгим отбором. Некоторые секции мы будем отбирать с Владом вместе, такие как дом. Потому что, ну я же не могу одна выбрать дом. Мы должны дом выбрать вместе. Детей, какие нам дети нужны. Здоровье и красота я тут разберусь. Любовь, ну мы вместе в принципе можем. Ну тут некоторые секции в общем вместе повыбираем. Нужно еще нашу фотку сюда с Владом прилепить. Мне кажется, она выглядит не хуже, чем вот эти все картинки. Это мы в Буковеле с ним отдыхали. Очень ярко получилось. Особенно мои волосы вообще. Пушка, бомба, ракета. Пошел второй день. Юля все еще клеит. Красиво. Старается каждую наклеечку. Ну мне кажется, ты бы аккуратнее поклеил, так как ты перфекционист. Ну я уже вижу небольшие косячки, чуть-чуть кривовато наклеены. Где? Вот эти вот последние, которые только же клеила. Вот это? Угу. Зато с любовью. Ну что, день четвертый. Вот и готова наша карта желаний, доска визуализации. И знаете, что я осознала? Что я прошла очень-очень большой путь. Просто посмотрите на эту секцию. Тикток. Это зачеркнутые подписчики, которые я уже выполнила, галочку поставила. А это то, что мне предстоит сделать. Следующая цель в Тиктоке, это у меня 200 тысяч подписчиков. И конечная цель, при которой я буду прям мега-мега счастлива, это миллион подписчиков. Посмотрите на ютубе тоже. Тысячу подписчиков, пять тысяч подписчиков, пятьдесят тысяч подписчиков. Это то, что мы уже с вами преодолели. Следующая отметка, это сто тысяч подписчиков. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Я буду продолжать вас мотивировать или просто делиться какими-то жизненными ситуациями, снимать влоги. А еще я поняла, что много чего мы уже добились и работаем над многими проектами. Как у меня изображено на секции карьера. У нас уже есть своя доставка пиццерии. Называется она Краш. Внизу я оставлю ссылочку на сайт, если вы из Харькова, можете заказать пиццу и попробовать. А еще, если вы хотите развиваться в ТикТоке, мы с Владом создали курс ТОП ТикТок за две недели. Там мы будем давать домашние задания, уроки, которые записывал лично Влад, я ему помогала. И если вы хотите стать популярным в ТикТоке и разобраться, как это все работает, тоже регистрируйтесь на курс. Ссылочку я оставлю внизу в описании. И не забывайте ставить лайки под этим видео, подписываться на мой канал, подписываться на другие мои соцсети, Инстаграм, ТикТок. Я вас очень сильно люблю, надеюсь вам понравилось это видео, хотя оно получилось не совсем такое, как я ожидала. Я представляла его прям идеальным-идеальным, но, как говорится, не всегда все так, как мы хотим. Хотя я верю, что все будет так, как я хочу. Главное визуализировать, знаете, не смотреть на эту карту желаний и не спать при ней. Короче, а нужно смотреть и видеть в ней цель, руководство к действию. То есть, это карта желаний, это не просто мои какие-то там мечты, это мои планы на жизнь. Желаю вам такого же позитивного и уверенного настроения, как у меня. Всех люблю, целую, обнимаю. Ваша Юля. Всем пока-пока.